Денис, приветствую тебя. На календаре у нас четверг, наша традиционная вторая встреча. Разбираем ситуацию на рынке, фундаментально, технически делимся. С своим опытом, конечно же, оценки тех движений, которые происходят, все это для того, чтобы у вас, друзья, была дополнительная информация в принятии вами уже торговых решений. Ну, рынки, конечно же, сейчас находятся выше среди по показателю волатильности. Опять же, если бы не сегодняшнее восстановление доллара, которое мы локально наблюдаем, было бы вообще шикарно и шоколадно. Но в то же время, я думаю, что никто не будет спорить с тем фактом, что любой нормальный тренд, ну, в данном случае по индексу доллара мы говорили о нисходящем тренде, любой нормальный тренд – это борьба покупателей, продавцов, и периодически, время от времени, инициативы переходят от одних к другим. Вот если тренд движется без каких-либо коррекций, без каких-либо выпадов, в данном случае, наверх, вызывает уже вопросы. Поэтому, когда я, опять же, записывал сегодня свой брифинг, смотрел именно за тем, что происходит с долларом, вот последнюю часовку у нас, даже можно перейти сразу к демонстрации экрана. Денис, наверное, уже пошла демонстрация, да? Да, сейчас видно. Так, вот как раз последняя часовка, которую мы видим по индексу доллара, это уход в район скользящей средней 137-го периода и фактически значение 92.50. Мне было очень интересно, с чем же связан этот выпад. Я тут же начал штудировать все новостные сводки. И вот последняя новость, которую мне удалось найти на Блумберге, о том, что доллар покупают как актив убежище, потому что выросли страхи из-за влияния пандемии на американскую экономику. В Нью-Йорке закрывают школы, и это дорога, опять же, к общенациональному карантину. Вопрос хочется задать. Неужели кто-то сомневался, например, вчера, неделю назад, в том, что ситуация с ковидом в Штатах будет оставаться такой же печальной и плачевной? Неужели кто-то думал в том, что через неделю ковид отступит, и американская экономика зацветет и запахнет? Я считаю, что это попытка объяснить то, что происходит с долларом, но, разумеется, не причиной, за которой сейчас доллар стали выкупать, потому что риски пандемичные, они были, есть и остаются. Доллар – это незащитный актив из-за того, что сейчас происходит в политике Федрезерова, из-за того, что не только регулятор, но еще и власти активно стимулируют экономику, раздувая балансы, увеличивая денежную массу, провоцируя риски инфляционного давления. Ну и все мы прекрасно понимаем, что, конечно же, тот рост случаев заболевания в Штатах, количество ежедневного – это верная дорога к рецессии. И сейчас нужно работать в плане защиты не с долларом, а, например, с швейцарской валютой, с золотом, с японской иеной. Но доллар – это незащитный актив. Поэтому я нормально смотрю на то, что сейчас происходит. В качестве, опять же, анализа текущей ситуации по индексу доллара, считаю, что выше 93 пунктов мы даже в случае продолжения этого коллекционного отката не пройдем. Рынок снова опомнится, вспомнит про низкие значения американских облигаций, вспомнит про то, что рано или поздно в экономику придет новый пакет госпомощи. Я думаю, что это произойдет после 14 декабря, когда, как мы знаем, голосование выборщиков в Штатах, потому что нужно сейчас закрыть вопрос политической неопределенности и потом уже решать экономические проблемы. Но я думаю, что это под конец 2020 года, а вторая половина декабря – это период, которого просто нужно дождаться, и когда мы увидим серьезные распродажи американского доллара. Так, еще, если не против, можем глянуть рынок нефти, который для меня остается загадкой, потому что запасы растут. Собственно, последнее заседание Министерского комитета ОПЕК – это не то, на что рассчитывали оптимисты. ОПЕК просто кинул для затравки возможность не повышения добычи на три месяца, хотя все настаивали на том, что продление вот этих сейчас рамок вот этого соглашения должно было составить шесть месяцев. То есть здесь тоже позитив как таковой не реализовался. К тому же ОПЕК даже не допускает возможностей сейчас для того, чтобы еще больше снизить производство нефти, хотя ситуация требует. Ковид у нас тут наседает, падение спроса. ОПЕК и Международное антическое агентство доклады по снижению спроса. То есть это вот любой из этих факторов мог легко бы обвалить в нормальных условиях рынок нефти. Но сейчас нефть – это такая спекулятивная среда, где очень много денег, и трейдеры работают с надеждами и оптимизмом того, что все-таки могут быть значения повыше. Я думаю, что к нефтянке нужно присматриваться с позиции продаж. Вот, например, я бы рекомендовал заходить в шарты, да, рискованный, потому что тренд у нас восходящий. А после того, как мы увидим коррекцию в район 40, а 3,50 – это по бренду. И после того, как это произойдет, можно открывать шарты с целью 41,50 и 40 долларов за баррель. И по фунту я, наконец-таки, Денис, дождался той самой коррекции, которую, в принципе, ожидал уже очень давно, из-за тоже общенационального карантина, из-за рисков по Брекзиту. Очень важный завтрашний день, насколько я понимаю, вот из того, что удалось найти по новостям, завтра в 10.00 по московскому времени будет коммуника перед саммитом ЕС по поводу текущих договоренностей и вообще итогов последнего этапа обсуждения между ЕС и Англией по Брекзиту. Но, судя по тому, что фунт сейчас снижается, это уже доказательство того, что по-прежнему прорыва нет, сделки нет, и, возможно, ЕС через какое-то время также начнет разделять позицию того, что выходите без доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу. Полтора месяца остается до завершения этого долгого процесса. Я буду уверен продажам, буду дожимать фунта до отметки 1,25. Кому интересен такой очень пессимистичный сценарий, можете, друзья, присоединяться. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял, пока с рабочего стола сделал. Значит, касательно... Сейчас, что у меня от последнего? Фунт. Значит, касательно фунта, я не до конца разделяю твое мнение насчет такого пессимизма. Дело в том, что те новости, которые по Брекзиту уже были, те информационные вбросы, которые делались, по сути, они были отыграны абсолютно в противоположную сторону. Да, текущая коррекция, она более чем логична, и она носит, я считаю, исключительно технический характер, потому что появление новой внутренней кульминации в диапазоне предыдущей – это абсолютно нормальное явление. И в данном случае по фунту здесь есть самая важная зона диапазона. Это 1.31.50, 1.31.85. Именно с этого диапазона еще с понедельника удерживаю покупки, который наполовину закрывал уже вчера на 1.33. Как раз здесь у нас и точный объем по бидам появился, то есть это уже означает, что здесь рыночные продажи происходили. И я лично считаю, что могут все-таки попытаться добить до своих промежуточных значений в район 1.33.50, 1.33.75, примерно в те края. Потому что, судя по опционным границам, то все-таки ожидают фунт на порядок выше. Я вот смотрел и нижние границы, и верхние границы. Но все равно, как по мне, больше ожиданий все-таки с точки зрения профессиональных рыночных участников сделано пока что вверх. Поэтому мне не очень хочется против основной тенденции становиться. Тем более, как таковой сильной кульминацией, если опять-таки смотреть по объемам, то как таковой сильной кульминации я здесь вообще не вижу. То есть объемы, которые были сделаны, они абсолютно небольшие, носят в себе чаще всего коррекционный характер. Да, может еще там немножко просесть, потому что вот эта зона в сочетании с депоком, в сочетании с прошлонедельным ключевым рыночным профилем, вот он красным цветом подсвечен, все-таки сильная поддержка. Только если этот диапазон пройдут, тогда уже с коррекцией буду рассматривать шорты. Пока что все-таки больше будем по общей тенденции, направленной вверх. Что касается индекса доллара, вот здесь я с тобой как раз соглашусь. Точно так же его, как на протяжении последних месяцев, рассматриваю тоже на продолжение движения вниз. Цель в районе 91.70. Практически взяли первую промежуточную цель, но опять-таки вот такие вот буквально небольшие недобои. Это все в рамках погрешности, и я считаю, что вот район 92 с копейками, цена его уже, скажем, видела, тестировала. Сейчас есть у нас самая-самая ближайшая зона продавцов, зона сопротивления, вот 92.60, 92.85. С этого диапазона очень как раз-таки вероятен дальнейший выход цены вниз, потому что здесь у нас и накопление было, здесь даже без индикаторов объема это прекрасно видно, чисто по самому сегменту, как он сделан. И также предыдущее проталкивание опорник тоже сюда попадает. Так что я, в принципе, думаю, что индекс доллара находится под давлением. Как таковых, тоже смотрел я и разные информационные сводки, но как таковых причин, скажем, для серьезного роста индекса бакса сейчас на данный момент нет. По поводу всей этой ковидной темы, ну, рынок уже настолько к этому привык, что той реакции, как она была ранее, как она была в марте текущего года, я думаю, мы уже вряд ли увидим. Там что-то может быть слабо отдаленно похоже, вполне возможно, но вряд ли в таком же виде. Поэтому, в принципе, я думаю, что индекс бакса под давлением, причем неважно даже, какого президента выберут, в данном случае уже окончательно. Так что в районе 91.70 я все-таки индекс доллара наблюдаю. И касательно нефти, ситуация такая немножко двояка. Цена у нас до сих пор находится во флете. В принципе, я смотрю на нефть позитивно, с учетом общих перекрытий, которые были сделаны, с учетом того, где у нас депо поддержки находится на данный момент. В принципе, коррекция вне сдать здесь очень даже возможно, но я больше за тобой по нефтемарке ВТА, вверх в район приблизительно 43,5-44 доллара за баррель. Потому как у нас, опять-таки, с чисто технической стороны было сделано мощнейшее накопление в левом сегменте, красивый выброс, полное стопроцентное перекрытие. В таких случаях, как правило, цена или корректируется вот до вот этого сегмента, или сюда пониже. Но здесь как-то у меня большие сомнения на этот счет. Поэтому я считаю, что где-то 39-36 приблизительно. Это так, уровень поставил, там, конечно, потом зона будет уточняться. Но пока предварительно уровень находится вот здесь. Поэтому в целом все-таки рассматриваю на продолжение вверх. Поэтому если наша с тобой идея касательно ослабления индекса доллара сработает, то, я думаю, вряд ли фунт прям так побьет в скорости падения индекс доллара. Да, и, собственно, по евро здесь тоже буквально пару слов сейчас подходят к ключевому накоплению поддержки и с этой области могут тоже сделать новый выброс вверх. Ну, в любом случае, я пока сделок никаких не открываю, лимитов тоже не ставлю. Те, которые есть, текущие просто сопровождая, они все в безубытке находятся. И буду смотреть уже по реакции. То есть, если реакцию дадут, тогда уже можно будет как раз работать. Денис, спасибо тебе за точку зрения. Следим, конечно же, за финансовыми рынками. Сегодня данные по заявкам на посольку и безработицу в 16.30. Ну, не думаю, что отчет сильно повлияет на индекс доллара. Ну, хоть что-то. Ну, и продолжаем, опять же, оценивать и наблюдать за реакцией рынка на все новости, касающиеся вакцин и того, как смогут и вообще помочь мировой экономике справиться с ковидом. Следующий эфир у нас с тобой во вторник. Много времени, конечно, еще пройдет. И точно, как и всегда, будет о чем поговорить. Денис, классного тебе закрытия недели и хороших выходных. Спасибо, тебе тоже отличного закрытия недели и до вторника. Спасибо, пока. Пока-пока.